Ну, я думаю, что вообще редко кто с этим знаком, с этим понятием. Упай, она технически переводится, термин санскрита, как инструмент, как инструмент достижения чего-либо, в основном достижения цели. И в текстах священных, о которых я тоже хочу подробно остановиться, что у людей, в общем, каша, что такое веды, к ведам сейчас причисляют все что угодно, включая ромаину, хотя это не веды. Ну, немножко вот, что такое классика, а что такое уже вторичные вещи. И вот в классике, в классике у любого человека есть четыре цели, четыре группы целей. Первое — это осознать свою природу, реализовать ее, это дхарма. Второе — это после того, как человек понял вообще, кто он, что он, что он человек прежде всего, он реализовывает свое благосостояние, он начинает искать, где добыть ему пищу, как обустроить свое хозяйство, потому что это какие-то насущные-насущные вещи. Следующий этап — это размножение страсти, любовь в контексте сексуальных всяких инстинктов, только это на третьем месте. И когда уже человеком достигнуты все эти цели, человек может перейти к последней цели своей жизни, которую можно даже целью сложно назвать, это мокша-освобождение. И таким образом на каждом из этих этапов у человека могут возникать препятствия. УПА — это достаточно технические средства, которые помогают ему эти препятствия преодолевать, в зависимости от того, на каком уровне это препятствие возникло. Либо на уровне тела, либо на уровне ума, либо на причинном уровне где-то там запутались предки в каких-то своих поступках. Поэтому все на самом деле достаточно просто. Теперь я хочу немножечко технически... Да, УПАИ — это просто средство. Что касается источников, потому что очень много споров на эту тему, если вы позволите, буквально две минуты, я этому делю внимание. Существует очень много споров и доктрин. Можно, нельзя применять УПАИ, а это на самом деле, как бы, может, нужно только молиться и поститься. А УПАИ — это какая-то страшная магия. Хочу сказать, что УПАИ — это все, что помогает достигнуть цели. Абсолютно все. Что касается классических, позволено или не позволено, то Веда, если мы, поскольку я ведетический астролог, и все-таки к этой традиции имею большее отношение, имеет такую структуру, что есть основа. Это закон, который не изменен в веках. Как существует основной закон в стране, конституция, например, вне зависимости от того, какие бывают кодексы, административные, уголовные и так далее, конституция, она имеет первенство. И если какие-то другие законы противоречат конституции, то конституция всегда будет первоочередной. Таким образом, очень многие промежуточные законодательные индийские законодательные акты, то есть смерти, вот эти промежуточные вещи, которые принимались на различных веках, но не являются основными Ведами, они часто воспринимаются людьми как Веды. И прямые указания оттуда трактуются как истинные. Например, что женщина должна сесть дома обязательно, у мужчин должно быть 4 жены минимум. Я сейчас беру такие разные-разные из разных смертей, всякие примеры. Людьми это воспринимается как истинно последней инстанции, что так должно быть обязательно в наше время, и мы должны обязательно этому следовать, потому что когда-то в Рамаяне вот так вот Ситу похитили, потом не вернули, и был такой закон, что после этого с женой жить нельзя. Значит, мы тоже так должны. Ну, я привожу пример. То есть это действительно абсурдно, то есть ничего, Веды не об этом, Веды о том, это Дхарма Шастра, она говорит о том, что какова природа человека, какая его цель. И не только человека, вообще обо всем мироздании описывает, все сущности высшие, низшие и промежуточные такие, как мы, они описаны в Ведах. И что нам с этим делать? При этом, если вместо временем и обстоятельствам условия меняются, ну, век другой, какие традиции меняются, то если возникают какие-то принципы, которые не противоречат основным правилам, то ничего страшного в этом нет на самом деле. Теперь, что касается основ. Еще раз, какова цель человека? Цель человека — это получить определенный опыт, эволюционировать и пройти эти все четыре этапа Дхарма, Артха, Кама и Мокша, пройти все эти четыре этапа и реализоваться, как душа, освобожденная от уже перерождений. Ну, это в очень упрощенной форме. Если в эволюции, если человек нарушает какие-то законы мироздания, основные законы, или его предки нарушают эти законы, то ошибки вот эти вот, если они не справляются сразу, не осознаются, они седают в сознании человека в так называемом виде так называемых самскар, таких отпечатков впечатлений. И человек в следующей жизни продолжит, вернется к этим ошибкам в любом случае и будет снова-снова возвращаться пока не исправит. Таким образом, этот процесс описан как раз в шруте, в ведах, то есть в основных ведах. И основная цель этого человека пройти это, вернуться, если где-то что-то не понял, исправить и пойти дальше. И вот как раз у пая это средство исправления своих же собственных ошибок. Речь не идет о том, что мы должны с помощью эзотерических инструментов свергать каких-то там императоров или отбирать доходы у каких-то олигархов, метода магии. Да, на самом деле это возможно. Почему бы нет? Существует тантра, существуют методы манипуляции энергии, которые тоже в Индии не очень, их очень боятся. И вообще слово тантра в Индии, оно больше ругательное сейчас, то есть под слой тантры понимают как раз магию, методы манипуляции энергии. Это присутствует и в традиции в славянских странах. Это исторически очень популярная тема, не нужно никому об этом объяснять, все об этом знают. И в магию у нас верят, и в СНГ, в бывшем Советском Союзе, и в Индии. Это объединяет эти две страны. То, о чем речь идет, то, что практикую я, никак не связано с этими методами. То есть это не связано... Мы говорим о персональной карьере. Да, мы говорим исключительно о гороскопе. Да, мы говорим... То есть магия существует, это есть. Последствия за эти действия мы сейчас не будем здесь обсуждать. Возможно, когда-нибудь вы меня еще пригласите, мы и об этом поговорим. Я говорю сейчас о том, что в человек... Что такое гороскоп? Гороскоп — это некий рисунок того, как разложились карты в его карме. На что она похожа? На что похожи последствия его прошлых жизней? То есть по гороскопу человека очень хорошо видно, чем он занимался в прошлой жизни, где он шатался, и какие он совершал поступки. Собственно, у кармы есть... Анастасия, вы меня где-то... Тормозите, если я слишком увлекаюсь. Карма у человека разнообразна. То есть вся карма можно сравнить... Цинчита карма, всеобщая карма, которая есть у души, ее можно сравнить со стрелами, которые висят у лучника за спиной в сумке. Это вся карма. То есть в этой жизни он достает какую-то одну стрелу и натягивает тетиву и отпускает стрелу в воздух. И, в общем-то, гороскоп показывает, что стрелы уже запущены, они показывают, куда эти стрелы летят. Эта карма называется прорабдха карма. Это та карма, которую человеку нужно реализовать именно в этой жизни. И гороскоп, основная карта гороскопа, их там очень много, их несколько, основных 16, а гороскоп показывает именно процесс той кармы, которая уже неизбежна, фактически, практически. Но это очень условная неизбежность, поскольку на эту стрелу, которая запущена, можно также повлиять, можно запустить в нее другую стрелу, изменив ее траекторию. То есть если мы, например, видим, что стрела летит куда-то в какую-то цель, и убийство этой цели будет повлечет какие-то неблагоприятные последствия, мы можем, на самом деле, можем и камнем бросить в эту стрелу еще. То есть мы можем повлиять, на самом деле. Мы плохо контролируем это, это правда. То есть нам тяжело это сделать. Лучше мы контролируем ту карму, которая у нас еще в сумке. Мы можем выбирать какие-то стрелы, время, когда мы будем их запускать. Это так называемая творческая карма, или агами-карма, или кри-нома-карма. Есть разные определения. Вот про дабха-карма это то, чем работает в основном астрологии, то, что можно предсказать, и которое в гороскопе процентов 80. Эту карму... Можно я вопрос задам по ходу? Мне интересно, на шанселе, как правило, люди с этой проблемой приходят, или нет, или мне доказывают? Ну, ко мне... Это еще связано со спецификой астролога, ко мне в основном да. Там уже стрела прилетела, да, в основном. Да, да, да. Смотрите, состояния людей разные. А есть очень легкие люди, у которых... То есть, если даже вот объяснить человеку, который, ну, немножечко знаком с астрологией, не так уж сильно, вдаваясь подробностям, можно даже представить себе... Вы наверняка все на слуху у всех ретроградной Меркурии. Вот ретроградной Меркурии, которого все боятся, который движется задом наперед, и всех пугает своими действиями. Ретроградной может быть любая планета, кроме Солнца и Луны. И на самом деле, в гороскопе... Да, сейчас у нас довольно много ретроградных планет. И вот с 6 апреля еще готовится Сатурн выйти в ретрогрессию. Меркурий сейчас, по-моему, 4 числа, если память меня не ошибает, готовится выйти в ретрогрессию. Сейчас практически у нас вот Юпитер, Венера, Меркурий сейчас на подходе, Раху, Кету ретроградные. Они, кстати, не всегда бывают ретроградные, они бывают еще и директные. И вот Сатурнскую. То есть практически мы сейчас... Вот дети, которые рождаются, это будут сложные достаточно люди. В каком плане? Нет, это не значит, что они будут неуспешны. У меня, например, на курсе было много интересных людей, астрологов, которые со мной учились в Дели. У них там все было ретроградным, кроме Луны и Солнца. Это было очень удивительно за ними наблюдать. Это люди, которые просто... У них настолько много желаний, которые хочется завершить еще из прошлых жизней, что они несколько разрываются иногда. Я обычно привожу пример, что это энергии на 41 размер ботинка, а реальность на 36 размер ботинка. И это видно сразу, что у человека действительно очень много незавершенок. Это можно назвать ошибками, можно назвать незавершенки. И в этой жизни сразу понятно, по каким темам эти незавершенки. И этот гороскоп, этому человеку, какими бы он ни обладал, несметными богатствами, прекрасными партнерами, прекрасными детьми, у него в жизни ему будет сложно чувствовать себя удовлетворенным. Потому что жизнь у человека, она проходит по трем направлениям. Первое, это человек делает то, что он хочет. Второе, это человек делает то, что хотят от него другие. И третье, он просто делает, он как бы и не сильно этого хочет, но ему и... Нет, все-таки даже четыре. Человек, ну как бы, делает какие-то вещи, не особо, в общем, они его напрягают. И есть ситуация, когда человек делает то, что он не хочет. Вот люди, в основном, которые обладают личными желаниями, это означает, что они только в процессе какого-то развития, и они разрываются постоянно между своим желанием, между тем, что у них есть долги перед предками, долги перед партнерами из прошлых жизней, им приходится делать то, что они не хотят. Ну и также какой-то текущей еще, текущими ситуациями, которые не сильно их связывают. Чем человек свободней от желаний, чем он свободней от каких-то личностных обидц, тем больше можно сказать, что он человек освобожденный, которому-то им, в общем-то, исправлять нечего. Такие люди называются при жизни освобожденными, их очень редко. В основном все люди мучаются от того, что они что-то хотят. И астрология позволяет посмотреть меру того, насколько это действительно, ну, можно этим наслаждаться, либо что становится причиной, почему человеку не дается эта ситуация, которую он хочет, вот, и либо у него вообще его желание является, скажем так, результатом какого-то наваждения демонического. Первая самая коррекция — это разъяснение. Когда человек узнает ситуацию, расклад, как говорится, уже это часто приносит облегчение. Второй момент. Вот сейчас, например, ретроградный Юпитер. Это уже, можно так сказать, небольшое проклятие, потому что речь идет о том, что человек в прошлой жизни не завершил какую-то духовную практику. Человек давал какие-то обеты, и он их не исполнил. Человек брал на себя какие-то аскезы, их не доделал. Человек, ну, например, у меня есть ученица, у которой комбинация с ретроградным Юпитером дала ситуацию в роду, что у них был священник в роду, над которым стали все, ну, когда советская власть восторжествовала, он стал изгоем в семье, и его стали им презирать. У нее такой вот Юпитер. Этот Юпитер не дает человеку вовремя узнать упаю. То есть, узнает человек упаю свою, вот, что ему делать, или не узнает, это тоже, в общем-то, прорабха карма. И в гороскопе видно, легко будет человеку, дашь ему какой-то совет, он его сделает, и у человека раз, все реализовалось. Бывает так, что человек формулирует вопрос, говорит, Полина, ты мне так нужна, так нужна, так нужна, я пока дохожу, о, ты знаешь, пока ты шла мне отвечать, уже все произошло, спасибо. Я говорю, да, за это денег не берем. Это просто, ну, милость свыше, это я тут ни при чем совершенно. Возможно, я какой-то там могу каким-то катализатором послужить. Человек на меня настроился, чтобы сформулировать. Это как раз, да, действительно, потому что, как астролог, да, у вас есть определенная духовная практика, и уже сам, ну, то, что человек к вам обратился, да, он уже обратил определенную энергию в свое время, да? Ну, в общем-то, да. Я так люблю всех, но это тоже работает. Когда человек сосредотачивается на том, чтобы сформулировать вопрос, он этим самым приводит план, тоже стихию воздуха он приводит в организацию определенную, у него тоже все случается. Возможно, именно этого человеку не хватало. И это тоже УПА. Поэтому говорить о том, что вот у нас с моим компаньоном, с которым мы собираемся провести семинар по УПА, на нас обрушились некоторые такие староверы, как я шучу, ой, нельзя, нельзя, УПА, и страшно, страшно, страшная магия, ой, нельзя вмешиваться никуда. То есть, на самом деле, мы всегда все, мы живем, мы родились и этим самым уже вмешались во все. и... Мне кажется, в нашей культуре, да, вот в культуре православной, у нас вообще один классный УПА, у нас столько примет, у нас столько всяких разных, даже то, что мы, например, ну, православные там, но этот крестик, да, это уже УПА, это его рода, ну, мне кажется, если мы так глобально это уже тантра, хуже того, это тантра, ну, это так называемое, это не совсем связано с православием, это связано с ситуацией Двое Божие, которая возникла в силу того, что когда вводили христианство с Киева начиная, то все ведические ритуалы ушли в подполье, они модифицировались в католическом варианте, вы не встретите этого, это связано тоже с остатками недобитой ведической культуры на наших землях. Тем не менее, для нашего народа, да, для нас это нормально. Тем не менее, у меня очень много языческих знакомых и, естественно, у меня есть американцы. Я понимаю, как мы все зависим от этого. Вообще, от всяких разных выявлений. Даже у нас в языке настолько много всяких вещей, на которые мы обращаем внимание, причем невольно абсолютно, да, и очень странно слышать, что наоборот... Нет, это страхи, потому что существует, в действительности, на самом деле, существует, очень сильное влияние определенных религиозных организаций в России, которые представляют индуизм. И они проповедуют разновидность факти-йоги, в которой нужно полностью предаться Господу и отказаться от любых наслаждений, можно так сказать, в свою пользу. Что является... Часто люди как бы немножко искажают восприятие, так как в Бхагавадгите говорится, действительно, говорится о том, что... Это основном из основных таких краеугольных трактатов, которые, кстати, не относятся к Шрути, а они относятся как раз к промежуточным физическим текстам, к смерти. В Бхагавадгите говорится, что предайся мне, и я тебе все прощу. Но также говорится о том, что в самом начале начинается Бхагавадгита с того, что то, что в твоей природе заложено, и то, что ты должен реализовать, ты должен отреализовать. Совершенно не боясь последствий, потому что последствия, если ты посвящаешь все результаты, то есть последствия своих действий мне, если ты действуешь, исходя из своего долга и посвящаешь все последствия мне, то ты таким образом ко мне приближаешься. есть один очень простой момент. У нас есть наша жизнь, у нас есть наши желания. Наши желания связывают нас с различными объектами материальными, в том числе с другими людьми. В этих взаимодействиях с материальными объектами, с другими людьми у нас возникают новые, новые, новые впечатления. Мы снова ходим по кругу одних и тех же ошибок. Мы снова получаем определенные страдания, мы снова получаем определенные сложности. Мы можем решить эти сложности на тонком уровне, читая молитвы, предаваясь аскезам, занимаясь сложными духовными практиками, живя в монастырях. Это все замечательно на самом деле. те упаи, которые есть в индуизме, они никак не противоречат это молитвы. 90% упаи, которые сейчас работают, с которыми я, например, имею дело, это молитвенная практика, если брать проблема вся в том, что во-первых, люди сегодня даже простой пример, у нас есть группа, на которой мы обсуждаем эти все вещи, и одна из участниц выложила гороскоп, я ее консультировала год назад где-то в Киеве, и давала ей как раз мантру, которая может смягчить определенные ситуации, потому что мантра, она меняет сознание, меняется сознание, ты уже получил свой опыт, ты его переварил, тебе уже не нужно получать грабли по голове, уже не нужно, потому что ты все переварил, у тебя все прояснилось, ты понял свою ошибку, и так работают молитвы, так работают мантры, они влияют на сознание, ты почистил свое сознание, и тебе не нужно получать по голове, но русский человек, он хочет получать по голове, поэтому плохо читать мантры, нужно страдать, вот я думаю, почему, что определенный мазохизм в нашей культуре присутствует, и люди не сильно хотят освобождаться, не сильно хотят быть счастливыми, так вот, я ее спрашиваю, она спрашивает у участников, ой, скажите мне, пожалуйста, что тут можно сделать, а то я боюсь, 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 период приближается, я говорю, слушай, дорогая, я же тебе год назад давала мантру, а ой, ой, а да, ты можешь мне ее напомнить, я забыла, ну, как бы ее попрактиковать просто забыла, в таких ситуациях я понимаю, что раньше опускались руки, потому что ты все это изучаешь, ты все это проповедуешь, образно говоря, ты пропагандируешь, что люди, надо работать со знанием, ты даешь какие-то инструменты, а в итоге оказывается, что человек продолжает бояться, переживать, что будет плохое что-то, но он ничего не делает, хотя у него есть инструмент, это тоже парадабха карма, это тоже, ну, как сказать, это то, что человек не пошевелится с дивана, то, что у человека будет, у него будет определенное наваждение и мнение, что плохо, нельзя это трогать, это тоже, к сожалению, карма, которую человек заработал, то есть, грубо говоря, он не заслужил хорошего врача, или он заслужил хорошего врача, но он не заслужил ушей, которые услышат этот совет, вот, он это не заработал, он своими поступками, своими образом действий, мыслей и привычек он выродился в такое сознание, которое уже противоречит всему, возможно, придет другой период, и другая планетка захватит сознание человека, которое будет помягче, и человеку надоест страдать, и он решит, что все-таки вспомнит, найдет где-то на каком-то огрызке бумажки какую-то там шлоку из регведы, которую можно почитать, это тоже можно, в общем-то, более-менее предсказать, то есть, я это для себя противоречие решила так, что я все равно даю паи, я спрашиваю, будете вы делать или нет, потому что, если человеку что-то даешь, он этим не пользуется, тот человек зарабатывает себе уже на будущее определенные проклятия, это не то, что я проклинаю человека, это просто формируется, как бы в этот момент ты даешь человеку что-то, какое-то добро, а человек его не берет, и его, ну, как вот, как хлеб выбрасывать, знаете, это формирует определенные опять узоры, узоры в тонких телах, которые затем приводят к тому, что человек все дальше и дальше от этих инструментов поддержки, как в том анекдоте, когда, что, боже, ну я же так молился, чтобы ты мне помог, ну сколько раз я тебе посылал лодку, и ты ни разу не сел в нее, да, что, вот, как из этого анекдота вот ситуация, поэтому, я бы очень хотела, чтобы те, кто будет слушать этот эфир, для запись, осознали тот момент, что нет ничего невозможного в том плане, что жизнь дана нам не только для страданий, она дана для того, чтобы радоваться, вот, и душа, она, ее природа, это радость, но мешает этой радости часто то, что мы очень сильно запутываемся в своем уме, в своих привычках, и упая в том, контексте, которыми работаю я, как и понимаю их я, это не какая-то страшная черная магия, это инструменты по эволюции, можно их распределить на несколько уровней, самый простой, это уже просто советы, вот разговор, когда человек на уровне ума слышит какие-то вещи, у него возникает прояснение, и это самое простое, это означает, что привычка не сильно укоренилась, нет автоматизма, в привычке, нет безусловного рефлекса, какая-то вот недавно случилась ситуация, она еще не укоренилась, можно ее разрешить словами, есть вещи, которые, как и с телом, например, еще нету симптома, но уже болезнь уже присутствует, в аэрведе описано, так же и события, так же, да, абсолютно точно так же, точно так же работает и события, то есть, это флюорография, то есть, гороскоп это флюорография, которую вы получили, в которой либо есть пятна на снимке, либо их нет, и если есть там пятна на снимке, говорить, что можно с этим ничего не делать, это мракобесие, потому что даже в классических книгах по джиотишу описаны, то есть, кроме ригведы, который говорит о том, что человек пришел для того, чтобы эволюционировать, те учебники, по которым учатся те же астрологи, которые протестуют против УПА и хотят, чтобы мы, значит, мучились и ждали, когда мы освободимся от тела, то несколько глав посвящены как раз тому, что, собственно, делать с этими проблемами, то есть, если бы нам нужно было мучиться, страдать, и мы не могли бы повлиять, то этих бы вещей не было, другое дело, что способы, они действительно трансформируются, то есть, мы на самом деле сейчас не будем приносить жертву черного быка, не нужно этого делать, вместо времени обстоятельства сейчас мы уже, мы не можем, мы не такого чистого сознания, чтобы провести так обряд, чтобы так этого быка принести в жертву, чтобы бык получил лучшее воплощение, то есть, мы не квалифицированы для этого. Брамины, даже в Индии, которые соблюдают традиции, я вижу, как, например, север, на севере гораздо меньше люди сохранили традиции, чем на юге. На севере одна и та же процедура длится 10 минут, например, на юге это будет полтора часа по ритуалистике. На юге, например, пандиты, священники, которые делают обряды, они используют и мудрые, это определенные энергетические такие пасы руками, того, чего я не видела ни разу, не видела, хотя много участвовала на пуджах в Индии, на севере, ни разу я не видела, чтобы они использовали, хотя это нужно, как бы, по регламенту это должно быть. Поэтому, конечно, многие вещи упростились, многие вещи сократились, потому что наша скорость нашей жизни, калиюга, в которой говорится, что не будет работать ничего, на самом деле речь идет о том, что калиюгу в наш век в действительности другое время. У нас нет времени 30 лет сидеть в Гималаях и скупать какой-то свой грех. У нас нет времени, нет возможности поститься сейчас так качественно, потому что люди работают и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому говорится в текстах, что разные есть намеки на то, что будет работать в это время. По моему опыту, если первое, я практика, я люблю книжки читать в том контексте, что получаю туда вдохновение и идеи, но я очень люблю смотреть, как работают другие люди и выхватываю оттуда какие-то для себя инструменты, и потом смотрю, как они работают. По моему опыту, те люди, у которых очень все просто, в гороскопе есть указания на то, что у них будут работать мантры, это так называемый пятый дом, он связан с определенной проблемой или влияние Юпитера на проблему. Такого человека будет, такому человеку можно давать мантры вообще с легкостью и с легким сердцем, если он будет практиковать, то у него это будет работать, ему это будет помогать. Если у человека проблема завязана на Луне, ну какие-то комбинации астрологически связаны с Луной, я сейчас немножко упрощаю свои как бы сценарии, но... Да. Общая образовательная программа такая, она... Все люди, которые заинтересуются, они к вам придут на консультацию, да? Они будут уже искать подробные вопросы, потому что у нас нет цели дать какие-то ну прям советы такие для тех, которые работают. В общем, если в гороскопе те проблемы, которые завязаны на Луну, они решаются через психотерапию. Не было психотерапии раньше введите там какие-то времена, когда жил Кришна. Ну и там были другие методы, Там были обряды различные, сложные, которые сейчас никто повторить не в состоянии. По-моему, наблюдение психотерапии работает очень эффективно, но нужно то, что психотерапевт будет раскапывать целый год. В джиотише можно диагностировать достаточно быстро и помочь, например, человеку сформулировать запрос для дальнейшей психотерапии, что я, собственно, и делаю. Есть замечательный психотерапевт, который я очень уважаю. Я рекомендую клиентам своим, которые ко мне приходят к ней обращаться, а просто помогаю, ну, как бы мотивирую, разъясняю, что вот, какая вот есть привычка, которую можно решить методами психотерапии. Есть вещи, которые решаются через тело, телесно-ориентированной практики. Тоже определенные указания на это в гороскопе есть. То есть, речь идет о том, что для того, чтобы прийти к осознанию какого-то, вообще, к какому-то своему маленькому-маленькому просветлению, эти упа, они помогают к своему маленькому бытовому просветлению прийти. Один простой пример проведет. Девушка, вот, недавно в практике на фейсбуке тоже решила этот пример, просто, он очень показателен, потому что человек поменялся до неузнаваемости, мы с ней познакомились в Индии, и она не могла принимать сама решений. То есть, она очень зависела от астрологов, от различных советчиков и, находясь в таком уже, как бы сказать, уважаемом возрасте, никогда не была замужем, очень хотела семью. И я дала сначала просто какие-то предсказания, какие-то прогнозы, никаких упа я особо ей не давала, но через два года я снова, она ко мне снова обратилась, на тот момент я уже очень активно считала, что нужно упа ей давать. И я ей предложила, давайте вот я тебя возьму и мы попробуем на разных уровнях поработать. На медитативном, потом я тебе дам мантру, которую нужно читать, и медитацию, связанную с предками, которую нужно поделать, поумиротворять урод. В общем, я ей только, можно сказать, подтолкнула чуть-чуть. Человек некоторое время исчез, потом она вернулась, задала мне какие-то вопросы, мы снова с ней сели, сформулировали намерение, переформулировали его, помедитировали, она снова исчезла, и через какое-то время она мне пишет, что появился у нее человек, который ее очень раздражает. В общем, вроде и прогнать, как-то не прогонять не хочется, вроде неплохой, но что-то вот раздражает. Значит, еще не дочистилось, еще не дочистилось, еще сознание, еще мы немножко поработали, снова она исчезла. Через какое-то время она мне написала, что вот она выходит замуж за этого человека, что все хорошо, проснулись у нее к нему чувства, у него к ней тоже, и вот они собираются создать семью. Это такое небольшое, то есть это не то, что мы колдовали и привораживали какого-то молодого человека, ни в коем случае. Мы занимались тем, что мы работали со знанием человека. А гороскоп, он показывает, в каком состоянии он сейчас и какая тенденция развития этого состояния в будущем. И гороскоп показывает, значит, это такая общая температура по палате, средняя температура по палате на самом деле. Чтобы понять, в каком состоянии человек проводится, кроме того, что мы смотрим в карту, заочно гороскопы не делаются. Это мое твердое убеждение. То есть нужно с человеком пообщаться и немножко поинтервьюировать, посмотреть, как у него эти планетки реализовались. Брыгнул ли человек чуть выше того, что выше своей головы, либо человек ухудшил ситуацию на данный момент. Для этого задаются вопросы из прошлого. То есть я предполагаю, что какое-то событие было в прошлом, спрашивают, было ли это так. Человек отвечает, я делаю вывод. То есть бывает так, что я вижу хуже, чем было на самом деле. Или у меня более оптимистичное видение относительно прошлого, чем было на самом деле. Это означает, что человек либо улучшил, либо ухудшил что-то. Это тоже может быть. То есть гороскоп это очень в общем штука. Как это реализовалось, зависит культура, страна. В Индии это реализовалось. Женщина сидит дома, муж процветает. В России мужа нет, например, женщина сама процветает, зарабатывает в этот период. Период одинаковый, комбинации те же. В Индии это через мужа, в России это через собственный успех. То есть эти вещи, нюансы, нет такого, что вот есть карта, и все, человек должен закрытыми глазами абсолютно все про человека рассказать. Ни в коем случае. Место, время, обстоятельства. Это три важных условия, о которых тоже говорится в текстах священных, то, что их нужно учитывать всегда. Какой контекст, какая семья. Это все модифицирует интерпретации. То есть интерпретации дает астролог. Обещания, классические комбинации написаны в книжках, преподаются учителями, их можно рассмотреть в гороскопе. Но интерпретировать их буквально, так как в книжке написано, ни в коем случае нельзя. То есть нужно интерпретировать, нужно с учетом места, времени, обстоятельства. Для этого нужен определенный жизненный опыт уже за плечами, какое-то общение с людьми, различных социальных классов, различного ментального состояния, чтобы понять, как это на самом деле реализовалось. Поэтому это и догма с одной стороны, это такая справка, гороскоп это такая справка, но это и возможность предписаний для дальнейшей коррекции. А вот такой вопрос, который на самом деле, когда в России волна такое включение физического культуры началась, нет, республики, а вот именно в основном каких-то лекторов таких появилось, очень много каких-то астрологов таких-то появлено, и все-таки стали приниматься в уровне предназначения. Насколько мы можем упаями следовать своему предназначению. Вообще это возможно именно скорректировать, потому что, допустим, человек какие-то классические вещи, допустим, женщина работает с галкиром, терпит, ненавидит свою работу, причем она может неуспешна, она может зарабатывать, обеспечивать или как-то у нас положено, взвалилась, а вот едем, кто хочет по-другому, и вообще предназначение у нее окажется по-другому, и она, например, начинает, я не знаю, что делать там руками. такой частый пример, наверное, самый примитивный, и вдруг оказывается, что она эту жизнь не дала, и он, как, я очень утрирую, конечно, ситуацию, но, тем не менее, вот это предназначение такое, значит, волшебное, и как с ним работать, можно ли его скорректировать, и найти его с помощью каких-то, есть ли методы коррекции для этого? Что такое предназначение? Классические предназначения, опять-таки, в джиотише, в ведической классике, это дхарма. Дхарма – это природа, то есть, природа человека предполагает, что он ее каким-то образом выражает, то есть, птица летает, тигр нападает, и так, корова дает молоко, природа определяет, как человек будет себя выражать и его будущее, как он будет прогрессировать и эволюционировать, во что он выродится. Проблема в том, что над дхармой на территории бывшего стран бывшего Советского Союза очень сильно поиздевались, то есть, природа человека основная, есть личная природа индивидуального личности, а есть природа такая основная для всех людей. Так вот, в священных текстах, если мне память не ошибаюсь, шмат-баглотам, говорится о том, что основное, самое главное предназначение всего человечества это бескорыстное служение Всевышнему. То есть, это когда в душах соединена с Богом или стремится хотя бы к этому. Это универсальное предназначение для всех человеческих существ. Опять-таки, помните, мы говорили про основной закон и второстепенные вещи. Вот это конституция для человека. Если этого нет, то все остальное начинает рассыпаться, у человека нет ориентиров. Почему стали популярными астрологи, в том числе ведические, почему так популярны гадалки, почему так инфобизнес так раскрутился хорошо, потому что люди дезориентированы. В странах бывшего СССР люди страшным образом дезориентированы. И из-за этого люди не понимают, какие вещи, какое платье сегодня одеть. У человека ступор, он начинает прокрастинировать, не понимая, что ему надеть сегодня. Не потому, что он такой глупый, а потому, что у него фокус сбит. То есть темно вокруг, он не различает цветов. И в том числе, чем ему заниматься, занятие, оно относительно связано с дхармой, так называемой, варны, это то, как группировались категории людей по их талантам. Варны означает санскрита цвет, то есть определенный цвет, можно так сказать, окрасить какую-то склонность к чему-либо, как цвета радуги. Люди, все смешалось в наш век, потому что не было духовных ориентиров. Была советская власть, был Сталин, партия. Соответственно, у людей этот ориентир был призыв отказаться от своих личных каких-то вообще талантов и так далее и строить БАМ или что там строили. Вот. Светлое будущее. Нужно сказать, что теперь ориентир другой. Теперь ориентир очень сильно сбит другими вещами. Например, это погоня за чувственными наслаждениями и ориентир сбит также жаждой просто денег. Часто человек обращается например, вот женщина, у меня был такой пример очень интересный, девушка очень страстно хотела получить одну должность. В тот момент, когда уже эта должность практически была ее в кармане, она попадает в больницу с аппендицитом, очень глупо как-то так получается, когда она выходит уже из больницы, ее должность оказывается занята. Эта должность была связана с госслужбой, и девушка стремилась к этому лет 6, к этой должности. То есть, можете себе представить, человек 6 лет тратит упорно, достигает свою цель. Спустя какое-то время, осознав, что видимо что-то здесь может все к лучшему, в двух словах, сейчас девушка работает на телевидении, нашла себя там и очень счастлива, очень счастлива, что у нее... Нашла совершенно другую реализацию, когда оказалась там лучше. Да, я хочу сказать, что безупай здесь тоже не обошлось, то есть у человека было определенное такое состояние, в котором человек упорно, рогами упирался в стенку. Это было связано не с ее предназначением, напрямую. Это было связано с тем, что осознание себя и своего предназначения было замотано, как, знаете, окутано туманом. Непонимание, неосознавание всяких, как это сказать, предубеждений, иллюзий. Они, в свою очередь, связаны с амбициями, очень много психологии здесь. Это такой винегрет, на самом деле, который можно раскопать, когда ты видишь гороскоп, потому что в гороскопе ты видишь четко, в принципе, что человеком овладело, какая им сейчас владеет сверхидея. Ты, в принципе, понимаешь, почему он несчастный. И да, можно сориентировать человека, можно человека сориентировать и подсказать ему. Проблема в том, что если человек находится в тяжелом состоянии сознания, он не будет тебя слышать. Ты будешь говорить этому бухгалтеру, да слушай, да ты же, у тебя же чувство прекрасного, ты же можешь пойти, наверное, на какую-то изо-студию. Человек не будет это слышать, потому что он находится в так называемой тамагуне, или в состоянии, связанной веревками невежества, энергия его внимания будет настолько поглощена его бухгалтерией, что свободной энергии, чтобы вообще услышать и осознать, это же все физика на самом деле, нет света, нет понимания. Свободной энергии для того, чтобы зажечь свечу понимания, у человека просто не будет. Иногда ему не нужно даже это говорить, ему нужно дать просто мантру, он ее начинает читать, потому что ему плохо, просто потому что ему очень уже плохо, он начинает потихонечку читать, мантру, например, которая сбавляет от иллюзий, она ее читает, 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 есть такие люди, которые вот работают много лет на одном предприятии, 10 лет, и они упорно будут читать мантру, не понимая зачем. Я вот честно говоря очень люблю таких клиентов, у них гораздо больше шансов быть счастливыми, чем у людей, которые все отрицают. И он будет, так, вы ему сказали, он что, он ему плохо, он не понимает, что он читает, что это за... Но он читает, может неправильно читает, но читает. И через какое-то время, слушаешь, он уже на телевидении работает, и счастливый. Вот я привела такой пример. То есть, непонятно, почему мы не проводили исследований, как вот мантра, почему именно это, почему, повторяю, Россия, Ом, Россия, Ом, Россия, Ом, почему нельзя достигнуть состояния просветленных летал, Америка вперед. В общем, просто какое-то словосочетание слов. Почему оно так влияет на сознание, мы не знаем. Я признаю свое бессилие перед этим. То есть, это зависит от интонации, это зависит от букв, в котором произносим. Есть как бы определенные идеи и теории, почему они так влияют, почему... Мы сейчас не будем на это углубляться, но это работает. Есть... Я больше такой поклонник максимализма. Я считаю, что читать мантры, например, мой коллега, Атис из Риги, с которым будет у нас семинар, он практикует такие, ну, насколько я знаю, практикуют они в своей традиции. Есть мантры очень такие бытовые. Например, зарядить воду позитивом, там каким-то. Причитал над водой мантру, она очень позитивная. Я, честно говоря, ленивая очень для таких вещей. Я глобально подхожу к ситуации. То есть, чтобы у человека кардинально произошел какой-то кардинальный разворот. Поэтому у меня в арсенале мантры возвышенным личностям, божественным архетипам, которым я объясняю, с чем это связано, с какой частью сознания. Это связано с человеком, обращаясь к этой части возвышенной личности, к этой его форме, настраивается на эту личность и у него начинается, как бы он начинает расти в своем сознании. Например, я вам приведу простой пример. Это происходит действительно магическим каким-то образом. по четвергам часто я рекомендую людям с ретроградным Юпитером читать Гуру Гиту. Это очень прекрасное песнопение, которое продолжительное. Оно длится 40 минут. Пандит его на санскрите по 40 минут. Я прошу людей даже, хотя бы пытаться повторять, понятно, что это сложно, но я читаю перевод часто или просто присылаю перевод, что это значит. это прославление учителей в разных формах. И читая эту мантру, человек входит в состояние, когда, может быть, он еще не сильно начал уважать учителей, но его ум уже слышит эти звуки и какие-то части его личности уже подключены, что называется. Обычно по четвергам я эту гуру-гиту читаю дома, но сегодня у нас эфир, как раз в это время обыточен. Сегодня я этого не делаю, но в прошлый четверг, позапрошлый читаешь гуру-гиту, вроде бы уставший, вроде бы уже поздно, прочитал, лег спать, в пятницу утром проснулся и все понял. Знаете, бывают такие состояния, когда ты просыпаешься и понял все. Какой-то вопрос у тебя был, ты не знал на него ответ или как-то туман был, в восприятии. Ты утром просыпаешься и такое ощущение, что ты все понял. Все вопросы у тебя отпали. Потом, конечно, ты снова стал таким же тупым, как и было через какое-то время к следующему четвергу, но это потрясающе. Почему бы не жить, использовать здесь плохое слово, практикуя эти вещи? Почему бы нет? Качество жизни меняется, восприятие меняется, но опять-таки это применимо там, где человеку скучно двухмерное сознание, где человеку скучно просто сидеть на диване и смотреть только футбол, спать, есть и совершать какие-то первичные функции животные. Там, где человеку уже есть неудовлетворение, когда он столкнулся с какими-то вещами в своей жизни, которые у него не получается преодолеть, и он ищет ищет ответы на свои вопросы, он может дойти и до астрологии тоже, получить какую-то такую вот рекомендацию, и это может перевернуть его восприятие жизни вообще. Это, я считаю, прекрасно. Мало времени, я просто, у меня вообще в голове прям рой вопросов, да, но я старалась вам помочь слово, а еще один вопрос я хотела бы как раз у наших слушателей про болезнь, да, вот если в болезни есть гороскопе, да, или из болезни к нам приходят, вообще, есть ли какие-то, вот, ну, я уже поняла, что все есть, да, вайс существует, да, можно писать, но, то есть, на самом деле, уже тоже сама все ответила, да, можно... Смотрите, у меня, здесь вопрос квалификации, это в том, что мы не все знаем, я тоже не знаю, знаю не все, например, у меня есть учебник по аюридической педиатрии, вам как, если вы занимаетесь аюрведой, вам будет интересно, могу вам даже прислать, там написано, что в определенные месяцы ребенок плачет, потому что он одержим определенным духом, то есть в определенные месяцы жизни конкретный дух приходит человек, ребенка мучить, и аюрведическая, официальная, аюрведическая, на то время это была официальная медицина, предписывала прочитать этот мантру против этого духа, дать ему этой травы и начертить такую-то янтру, и ребенок перестает плакать, это известно всем родителям эта история, что ребенок плачет, плачет, вроде бы это ему дали, это ему дали, вроде бы он ел, но он не унимается, потом раз, и вот успокоился, у современных врачей нету инструментов для лечения таких вопросов, а в аюрведе есть, но это область аюрведы, которая связана с астрологией, она не очень смежная, называется граха чекица, чекиста, либо бхутавидия, еще иначе говоря, то есть бхута это духи, видия это знание духов, астрология тоже с этим связана, у меня в практике были случаи, когда люди обращались помочь, нужно было помочь, скажем так, супруг, пожилой супруг очень страдал от боли, и девушка обратилась, чтобы помочь, но обратилась не супруг обратилась, обратилась девушка, и помочь в том случае я никак не могла, потому что у меня, например, есть такое четкое убеждение, что человека нельзя насиловать мантры, ну как бы упаями, и были даны предписания, и там даже простые аюрведические предписания человеку, он их отвергал, поэтому я не смогла как бы ничего предложить, но когда человек сам обращается с какими-то проблемами с медицинской точки зрения, я предупреждаю, что у меня тоже неистинно в последней инстанции, и я многие вещи знаю, но не все, и мы, я прошу следовать рекомендациям традиционной медицины, но мы пытаемся корректировать также по линии планетной, вот, что могу сказать, в моей личной практике самый яркий пример это вот выбор, например, операций, времени благоприятных для операций, когда там прекрасно все оперировалось, так что там практически не оставалось шва, и все там поражались, как все быстро заживало, ну, в общем, можно немножко не вмешиваться, но работать с этим можно, а что касается физических болезней, то есть болезни, которые, опять-таки, в той же Чара Касанхите в аюрведическом трактате говорится о том, что есть болезни, которые происходят кармические, а есть болезни другие, так вот, те, которые как раз связаны с кармой, так, например, рак и другие такие сложные заболевания, да, можно также работать по линии через грахи, через астрологию, но, опять-таки, я всегда не беру на себя ответственность в том плане, что я рекомендую следовать также рекомендациям, предписаниям традиционных врачей, потому что у меня, например, нет медицинского образования, не могу давать медицинских советов, вот. Более того, непонятно, на самом деле, какой этап болезни происходит, наверное, даже, потому что иногда и аллопатическая медицина, она дает достаточно положительные результаты, ведь мы не знаем на самом деле, да, божественного кровосла, к сожалению, и к счастью, вот, поэтому тут, конечно, я вас очень поддерживаю, потому что я считаю, что эта тема, конечно, очень щекотливая, очень тонкая, и она, безусловно, может быть, она даже не из-за публичного обсуждения, но я согласна совершенно, но хотя, ну, пробовать обязательно, мантру надо обязательно пробовать, надо пробовать все, как бы, при работе с болезнью, потому что, если мы ничего не будем делать, болезнь точно нас победит, но нам для этого и дана, чтобы вот эти вот уроки, принести какой-то урок, да, чтобы что-то прожить, какой-то урок, согласна? Да, в Айрведев тоже есть три подхода, то есть, болезнь решается тремя способами. Первый – это прием препаратов, работа на уровне тела. Второе – смена обстановки и менеджмент, то есть, выбираешь людей, с которыми ты общаешься, выбираешь еду, которую ты употребляешь, выбираешь режим дня, и третье – это spiritual remedies, да, то есть, какие-то духовные. В Айрведе это все то же самое применимо. Точно так же и в астрологии, то, что применяю я, это на уровне тела можно дать определенные тоже рекомендации из Айрведы, которые доступны для понимания, или там режима дня и спорта и так далее. На уровне ума какие-то психологические рекомендации, просто совет, сам совет, что как можно поменять некий менеджмент, что более сейчас практично, что менее, это уже тоже помощь. Ум успокаивается, меньше флуктуации, больше счастья в жизни. И третье – это уже то, что нельзя сейчас пока потрогать, но то, что видно, что оно случится через пару лет. Можно к этому готовиться с помощью тонких духовных практик. А вот есть какая-то такая универсальная упая для всех? Это происходит, вы меня спросили про тхарму, это частый вопрос как раз в бывшем Советском Союзе. В Индии никто не спрашивает про предназначение. Все спрашивают, да, это то же самое с универсальной упая. Она проистекает из тхармы. То есть универсальная упая сейчас у человека, должна быть хоть какая-то духовная практика. То есть молитвенная практика своими словами, молитва из православия, чтение псалмов Давида, чтение Корана, что угодно. Люди хотя бы 5 минут в день нужно сесть в тишине и от себя что-то из души своей вытащить туда наверх, какой-то текст. Это самая универсальная упая сейчас. Это единственная упая, которая действительно доступна вне зависимости от физической подготовки, материальных средств, знания, приемлемости астрологии в жизни. Это доступно абсолютно всем. И это нужно делать, потому что о психическом теле мы заботимся, о своих чувственных удовольствиях мы заботимся, но душа загибается без диалога со своим творцом. Поэтому любая молитвенная практика это обязательно. Иначе человек теряет ориентир и ему даже астролог не может объяснить, в чем его дхарма, потому что он просто не слышит. Полное разъединение у него уже души идет с умом и с телом. Дорогие друзья, если вас интересовала тема Убая, я позволю сделать небольшое рекламное объявление. Полина Павлова и Ася Заревич будут проводить вебинар 29 апреля по 7 мая можно поспитаться. У вас еще есть места? Да, у нас еще есть места. Мы не очень хотим большое скопление народа, потому что эта тема трепетная, щекотливая. Да, ну вдруг мало ли кто-то что-то у нас очень хорошая продвижная аудитория, я гарантирую. Хочется, там должен быть определенный уровень квалификации, то есть знание азов астрологии, чтобы человек хотел потом это применять в практике, потому что это будет практическая информация, которая может потом работать с людьми. То есть в основном это такой профессиональный вебинар, который нужен профессиональным астрологам. Тем не менее, мне очень хотелось об этом сказать, потому что все-таки это все-таки надо работать. И я не знаю, насколько это корректно, но тем не менее, можно я попрошу какую-нибудь манстру для наших радионослушателей для последок для завершения нам прочитать? Потому что мы сегодня об этом так много говорили, мы с ним и хотели, чтобы вы нам такой подарок сделали. Можно? Сейчас я подумаю, что у нас там сейчас. А сколько у нас времени с вами? А, ну, у нас не очень. Да, смотрите, любая, я нахожусь вместе, в котором очень распространен культ Ганеши, то есть один из самых крупных храмов Ганеши. Ганеша Ганеши — это личность, которая символизирует собой переход от грубого мира материального в тонкий и обратно. То есть он является связующим звеном между миром, который является проявлением Махамайи, то есть то, что мы видим, нам кажется, что мы это видим, и тонким миром, который мы не видим. И любая духовная практика, если вам интересен йогизм и индуизм, любая мантра, которую вы собираетесь делать, прежде чем ее делать, всегда вам нужно сначала физически себя подготовить, потому что должно быть чистое тело, одетое в чистую одежду, в которую вы еще не ходили в уборную. Вы должны сесть, закрыть глаза, успокоить ум, насколько это возможно, и прочитать мантру Ганеши. И тогда у вас происходит... То есть Ганеша, он открывает вам дорогу уже на тонкий план. Без мантры Ганеши, пожалуйста, не начинайте никогда никаких практик, связанных с индуизмом и йогизмом, потому что это является... Вы без стуков вламываетесь в двери, это невежливо. Поэтому я прочитаю мантру Ганеши, короткую, доступную всем. мантру Ганеши, Простите меня. Спасибо, понравилось. Спасибо, что пригласили. До свидания. Спокойной ночи, Полина. Спокойной ночи.